Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Пригласите еще кого-то присоединиться к нам сегодня. Сообщите, что мы в эфире. Обычно мы снимаем эти передачи в нашей церкви в Калифорнии. Но сегодня я обращаюсь к вам из штата Колорадо, где у меня ранчо. У меня здесь есть дом, а прямо позади меня вы видите однокомнатный домик, который мой сын построил, чтобы я могла уединиться, когда у нас на ранчо останавливаются гости. Мы решили провести с вами время в этой семейной обстановке на ранчо. Спасибо, что подключились. В предыдущем эпизоде мы говорили о вере. О вере можно говорить и описывать ее с очень разных точек зрения. И каждый ракурс помогает нам в ней разобраться и обрести навыки. И сегодня я продолжу говорить о вере. Мы поговорим о мере веры. В Евреям 11.6 сказано «Без веры угодить Богу невозможно». Знаете, Слово говорит об очень многих важных истинах. Но одна из самых важных истин, о которых говорит Слово, это необходимость веры. Потому что, когда мы нуждаемся в чем-то от Бога, мы ведем с Ним дела на основании веры. В Его Слове сказано, что Он может действовать для нас только когда мы в вере. А Бог не нарушит Своё Слово. Нам нужно войти в Его систему. И вера – Его система. Чем больше мы понимаем веру и свою часть, потому что вера – это наша часть, тем более умелыми в вере и в сотрудничестве с Богом, Его силой и небесами мы становимся. Итак, в Евреям 11.6 сказано «Без веры угодить Богу невозможно». Так часто люди думают «Ну, Бог просто злой, Ему невозможно угодить». Очень многие не понимают, о чем здесь речь. Ему не угодно, когда нет веры, по той причине, что без веры Он не может действовать для нас, а Он хочет действовать для нас. Итак, Он недоволен и Ему не угодно, когда Он не может действовать для нас и обеспечить нас тем, в чем мы нуждаемся. Вот почему без веры невозможно Ему угодить. Потому что без веры у Него нет доступа, чтобы благословить нашу жизнь. Вот почему Ему не угодно отсутствие веры. В Евреям 10.38 также говорится о вере. «Праведный верою жив будет». То есть, у нас не просто в жизни есть отдельные моменты веры, а мы живем верой. Вера должна быть нашим образом жизни абсолютно каждый день. Нам нужно научиться иметь мысли веры, говорить слова веры, совершать поступки веры. Тогда мы будем жить жизнью веры, а не просто у нас будут мгновения веры. Спасибо Богу за мгновение веры, но жить жизнью, данной Богом, в самом высоком смысле, это жить жизнью веры. И сказано, что праведный будет жить верой. Итак, вера крайне важна в жизни каждого верующего. Нам нужно специализироваться на теме веры, а не относиться к ней как к факультативу. Она крайне важна в жизни верующего. Мы не можем жить угодно Господу без веры. Слово, конечно, повлияет на наше поведение, но, знаете, можно сделать все добрые дела на свете, но без веры мы все равно не будем угодны Богу. Мы можем делать множество чудесных вещей, совершать подвиги, но если нет веры, Бог не будет доволен. Итак, верой мы ведем дела с Богом. Ею мы получаем то, что у Бога есть для нас. Ею мы приходим в единение, в общение с Богом. Все это происходит верой. И, знаете, у вас в уме веры нет. Вера находится в сердце. Вера не в уме. Невозможно верить Богу умом. Если, стремясь верить Богу, вы ощущаете умственную перегрузку, это потому, что вы пытаетесь поверить Ему умом. Вы пытаетесь при помощи ума разобраться и понять, как Бог это сделает, где Бог возьмет обеспечение, как Он произведет это чудо в вашей жизни. Если вы пытаетесь все это понять умом, ваш ум будет перегружен. Невозможно верить Богу умом. Часто нужно просто заставить свой ум замолчать, утихомирить его, сказав, «Я даже не буду этого касаться в своих мыслях. Я позволю своему сердцу верить в то, что мой ум не способен понять». Вы скажете, «Но, пастор Нэнси, мне нужно все понимать». Понимать, как Бог восполнит мою нужду. Знаете, я много летаю на самолетах, в разные города и страны, чтобы проповедовать в различных церквях. И чтобы вы понимали, я не знаю, как летит самолет. Я сажусь в самолет, не понимая, как он летит. Но я убеждена, что он доставит меня в место назначения. И сидя в самолете, я не пытаюсь мысленно проанализировать, как он взлетает с земли, как он поднимает в воздух всех этих людей и весь груз багажа. Я даже не задумываюсь об этом. Я даже не позволяю своему уму касаться этого. Я просто уверена, что мы долетим. Настолько же уверенными нам нужно быть в Боге. Нам нужно оказать Ему такое же доверие. Отец, мне не нужно разбираться, как ты это сделаешь. Мне не нужно разбираться, откуда придут деньги. Мне не нужно разбираться, каких людей ты используешь, чтобы благословить мою жизнь. Все, что мне нужно, это иметь уверенность, что ты работаешь над этим и приведешь это в исполнение. Нам не нужно полностью понимать, как он действует. Нам надо понимать, что Слово говорит о нашей части. И вера – это наша часть. И вера действует не в уме, она действует в сердце. Вера в вашем духе. И вы верите Богу своим сердцем, своим духом. В первом Иоанна 5, 4 сказано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Задумайтесь об этом. Если вы рождены свыше, вы рождены от Бога. А значит, внутри вас победоносная жизнь. И дальше там сказано, «И сия есть победа, победившая мир». «Вера наша». Заметьте, мы не можем даже победить мир вокруг нас, окружающий нас обстоятельства, без веры. Итак, победа, победившая мир, вера наша. Знаете, ваша победа ждет проявления вашей веры. Когда проявляется вера, в результате приходит победа. Мы не можем даже ходить в победной жизни, которую нам предназначил и дал Иисус, без задействования веры. И как только мы задействуем веру, наша победа вступает в силу. В Римлянам 10, 17 сказано, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера не приходит через молитвы о ней. Вера не приходит через то, что вам этого хотелось бы. Она приходит через питание Словом Божьим и применение этого Слова на деле в своей жизни, через исполнение Слова. Вера приходит от слышания, но вера не высвобождается через слышание. Это очень важно понять. Хорошо и правильно слышать, но слушать надо, чтобы высвободить услышанную веру. Ту веру, которая вошла в вас, когда вы услышали Слово Божье, нужно высвободить. А высвобождаем мы веру, говоря и действуя по Слову. Итак, вера приходит от слышания, но вы высвобождаете, применяете, задействуете, проявляете, употребляете ее, говоря и поступая по вере, которая в вашем сердце. Я хочу прочитать вам Римлянам 12.3. Бог каждому уделил меру веры. Мы говорили об этом подробно в предыдущем эпизоде. При рождении свыше, когда вы родились свыше, Бог вложил в вас начальную меру веры. Он дал ее абсолютно каждому Божьему ребенку. Так что каждое его дитя стартует с той же начальной мерой веры. И с момента получения этой меры веры от него, состояние веры уже зависит от нас. Будет ли она расти, или будет мертвой, будет ли она бездействовать. От нас зависит, что произойдет с этой верой, не от Бога. Не Бог будет взращивать нашу веру. Мы должны взращивать свою веру. Как ее взращивать? Питаясь словом и поступая по слову. Итак, с момента получения веры уже мы ответственны за то, чтобы она росла, а не уменьшалась. И я вам вот что скажу. Вера никогда не стоит на одном месте. Она либо растет, либо уменьшается. Невозможно просто оставаться в нейтральном положении, сохраняя вчерашнюю меру веры. Мне понравилось, что сказал один служитель. У веры очень короткий срок годности. То есть, если вы просто оставите ее на полочке, не будете ее применять, она начнет уменьшаться. Она не останется такой же, какой вы ее оставили. Она начнет убывать. Нам нужно постоянно взращивать и питать свою веру и обретать навыки высвобождения веры, чтобы мы могли получить то, о чем мы верим. Мы взращиваем веру, питаясь словом, а также применяя, высвобождая свою веру, используя ее. Давайте еще раз прочитаем Римлянам 12, 3. «Бог каждому уделил меру веры». Заметьте, веру возможно измерить. Бог дал каждому начальную меру веры. Бог дал каждому верующему одну и ту же меру веры. Итак, вера измерима. Библия говорит о слабой вере. Она говорит о сильной вере. Она говорит о возрастающей вере, умножающейся вере. Она говорит о мертвой вере. Все это – меры веры. И эти меры веры показывают нам, что вера измерима. Посмотрим Евреям 11, 1. «Вера же есть субстанция ожидаемого и свидетельство невидимого». Обратите внимание на эту фразу. Вера – это субстанция. То есть вера, хотя вы не видите ее в физическом мире, имеет духовную субстанцию, которая измерима в духовном мире. Каждая субстанция измерима, а Бог называет нашу веру субстанцией. Абсолютно каждая субстанция измеряется. Если вы у себя на кухне хотите приготовить что-то по рецепту, вам придется отмерить определенное количество каждого ингредиента. В составе может быть мука, сахар, соль, перец, масло, яйца. Разные ингредиенты, разные субстанции. И при использовании правильной меры этих разных ингредиентов вам удастся приготовить то, что в рецепте. Если вы не будете использовать правильные меры этих субстанций, у вас получится, как у меня. Вам придется выбросить готовое блюдо в мусорник. Сколько раз я готовила что-то, а потом выбрасывала в мусорник, потому что не отмерила правильно и не получилось как надо. Ничего не вышло, никто не хотел это есть, включая меня. Оно годилось только для помойки. Веру можно измерить, и нам нужно применять правильную меру веры к нашим ситуациям. Сегодня мы об этом поговорим, потому что этому важно научиться. Веря Богу о восполнении какой-то нужды, необходимо применить правильную меру веры, чтобы добиться успеха. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Лет эдак 30-35 назад, когда я была молодой верующей, у меня были некоторые симптомы в теле, и я обратилась к врачу. Врач выписал мне определенные лекарства. Я же не хотела употреблять лекарства. Я училась верить Богу, я училась использовать веру, поэтому я просто хотела верить Богу и получить свое исцеление через силу Божью, без употребления каких-либо лекарств. Но чем больше я думала о том, чтобы не употреблять лекарства, тем более неспокойно мне становилось. Почему? Потому что моя вера была ошеломлена. У меня была меньшая степень веры, чем сегодня, и моя ситуация выглядела для нее неподъемной. И однажды Дух Божий проговорил мне, когда я размышляла, пить мне лекарства или нет. Дух Божий сказал мне, пей лекарства. Но пока ты пьешь лекарства, продолжай питать свою веру. и когда твоя вера достигнет полной меры, я скажу тебе перестать пить лекарства. Это так легко. Он наш советник, он ведет нас, он не обижается, если нам нужно использовать лекарства. Что не угодно Богу, так это когда мы не используем веру. Помню, что мой муж сказал мне в то время, дорогая, Богу угоден не отказ от лекарств, а применение веры. Знаете, вы можете решить не принимать лекарства, но если вы не используете веру, вы все равно не угождаете Богу, хотя и не пьете лекарства. Богу угождает вера, не отказ от чего-то угождает Богу, а применение веры. Так что Дух Божий сказал мне, пей лекарства и каждый день продолжай питать свою веру и упражняться в ней. И когда твоя вера достигнет полной меры, я скажу тебе, когда перестать пить лекарства. И я добросовестно это исполняла. Каждый день я питалась местами писания об исцелении и исповедовала их. И я поклонялась Богу за силу исцеления, действующую в моем теле. И спустя три месяца Дух Божий мне сказал, твоя вера достигла нужной кондиции, можешь перестать пить лекарства. Я так и сделала, и не было никаких отрицательных результатов, отрицательных последствий, и все было хорошо. И я сохранила свое исцеление, я его удержала. Очевидно, той меры веры, что у меня была, не было достаточно для моей физической нужды. Но это не означало, что я не могла исцелиться. Он просто сказал мне, продолжай питать свою веру. Позвольте вам сказать, если вы нуждаетесь в медицинском лечении, и вы стараетесь верить Богу, но ничего не меняется, если у вас на сердце мир, пользуйтесь медицинской помощью, принимайте лекарства, но продолжайте питать свою веру, присоединяйте к этому свою веру. Это не обидит Бога. Если ваша вера не достигла нужной кондиции, Бог не хочет, чтобы вы страдали, примите помощь и своим духом, конечно, следуйте за своим духом, но иногда у людей возникает такое представление, и дьявол подпитывает такое мышление, что Бог обидится на вас, если вы воспользуетесь медицинской помощью, если вы будете пить лекарства. Знаете, что не угодно Богу? Когда вы не используете веру. Главное используйте веру, и вы угодите Богу, и Дух Святой продолжит руководить вами и наставлять вас. Богу угодно вера. И как я уже говорила, если вам нужна медицинская помощь, не погружайтесь в вину или осуждение. Бог вас не обвиняет. Но и не сидите, только пользуясь медициной, даже не прибегая к вере, не высвобождая веру. Это не будет угодно Богу. Бог хочет, чтобы вы высвобождали свою веру, питали свою веру, даже если вы пользуетесь медицинской помощью. Дух Божий наставлял меня в той ситуации на основании меры веры, которая у меня была тогда. Послушайте, я бы с удовольствием не пила лекарства и просто верила Богу о моем исцелении, но Дух Святой наставлял меня на основании моей меры веры в то время. Дух Святой не будет вас вести на основании чьей-то веры или на основании веры, которую вам хотелось бы иметь. На самом деле многие христиане и я в том числе иногда чувствуют «Я должен был уже дальше продвинуться в своем хождении с Богом. Я должен был уже дальше продвинуться в вере». И возможно это так, возможно нам всем следовало уже дальше продвинуться, но мы не можем верить Богу на основании того, где нам следовало бы быть. Мы можем верить Богу только на основании того уровня веры, которая у нас есть сегодня, сейчас. Именно в этом вашим советником будет Дух Святой. Он будет говорить с вами и вести вас сегодня на основании той меры веры, которая у вас есть сегодня. Послушайте, если вы будете следовать за Святым Духом, Он приведет вас к успеху абсолютно каждый раз. Он никогда не поведет вас за пределы вашей меры веры. Если вы выйдете за пределы своей меры веры, вы потерпите провал. Но оставаясь в рамках своей меры веры, вы каждый раз добьетесь успеха, если не перестанете использовать свою веру. Дух Святой ведет вас к успеху, и Он не поведет вас за пределы вашей меры веры. Но вот что я скажу, дьявол с удовольствием попытается, давя на ваше чувство вины, вытащить вас за пределы вашей меры веры. Он постарается добиться, чтобы вы предприняли шаги и приняли решения, выходящие за пределы того, о чем вы на самом деле способны верить на данный момент. Поэтому не руководствуйтесь давлением, руководствуйтесь миром в сердце при решениях и шагах, которые вы предпринимаете. И вам следует быть очень осторожными, когда вы кому-то советуете, что делать. Вы не можете дать правильный совет, не зная меру веры этого человека. Нельзя давать кому-то совет на основании своей меры веры. Однажды, много лет назад, ко мне подошла одна пара, они были сбиты с толку, потому что они решили совершить определенный шаг, который был совершенно нормальным для их жизни, был совершенно нормальным для них. Но была другая пара, которая была старше в Боге. Эти люди дольше ходили с Господом, питались Словом или были более духовно зрелыми, и они сказали, «Не нужно так делать, делайте, как мы». Видите ли, давая совет, они говорили согласно своей мере веры, а не согласно той мере веры, которая была у молодой пары. Многие сталкиваются с огромными трудностями, давая советы другим людям, потому что, пытаясь давать советы на основании своей меры веры, а не их, можно увести людей не туда. Помню, брат Хеггин рассказывал об одной ситуации, и это так дорого для меня. Женщина в его церкви нуждалась в операции, без которой никаких улучшений не предвиделось. Нужно было удалить опухоль, иначе все становилось бы только хуже. И врачи сказали, «Мы можем ее удалить, мы можем с этим справиться». Брат Хеггин знал, что высший и лучший вариант в том, чтобы женщина получила исцеление через божественную силу. И это всегда лучше. Но не все всегда находятся на таком уровне веры. Чья-то мера веры, возможно, пока не способна это ухватить. И он рассказывал, «Я неделями посещал эту женщину и служил ей. И я старался помочь ей взращивать веру». И было видно, что она просто была не способна за это ухватиться. Часть проблемы была в том, что ей было больно. В боли очень трудно сдаваться своему духу. Итак, этой женщине было больно, и ей было очень трудно ухватиться за истину, о которой он говорил. И он видел, что ей становилось хуже, а не лучше, хотя он проводил с ней время в слове. Видите ли, чтобы слово работало, оно должно войти в вас. Если оно в вас не войдет, ваша вера не сможет расти. Он осознал, ей не становится лучше, ей становится хуже. И он сказал, «Мне нужно изменить подход. Я пытался добиться, чтобы она верила Богу на моем уровне. Мне нужно помочь ей верить Богу на ее уровне». И он сказал ей, «Сестра, я вас подвел. Я пытался перевести вас на другой уровень, но мне не следовало добиваться, чтобы вы верили Богу на моем уровне. Мне следует помочь вам верить Богу на вашем уровне». И он попросил, «Скажите, о чем вы можете верить?» И она сказала, «Брат Хэгген, я могу верить, что Бог будет руководить руками хирургов. Я могу верить, что Бог сделает так, что я быстро восстановлюсь после операции». И он сказал, «Знаете что?» «Я могу с вами согласиться об этом. Давайте согласимся с вами об этом». Они согласились, они помолились, и она пошла на операцию. После операции врачи вышли и сказали, «У нас еще никогда не было операций, которая прошла бы так гладко и легко у женщины в таком состоянии». Видите, их молитвы сработали, их вера сработала, потому что они молились в соответствии с мерой веры этой женщины. Более того, она должна была находиться на крайне сильных обезболивающих, потому что операция была очень агрессивной. Но примерно через сутки врач зашел в палату и сказал, «Я вижу в вашей карточке, что вам не давали никаких обезболивающих. Вам больно?» Она ответила, «Нет, у меня не было никакой боли». Видите, это чудо. Возможно, это не высший уровень чуда, при котором она бы обошлась без операции, но это все равно чудо, потому что Бог встретил ее на ее уровне веры, и Бог благословил ее там, и у нее там был успех. Вот что понимают по-настоящему зрелые люди, что все находятся на разных уровнях веры, и Бог хочет, чтобы вы преуспели с вашей мерой веры. Этого хочет Дух Святой. Я вот что заметила. За время своего земного служения Иисус ни разу никого не упрекнул за меру веры. Он упрекал тех, кто не использовал ту меру веры, что у них была. Итак, Бог никогда вас не унизит, не будет вас критиковать, и не будет недоволен вами за вашу меру веры. Но мы не угождаем Ему, если не используем ту меру веры, что у нас есть. Мера может быть маленькой, но если вы ее используете, Богу это угодно. Итак, вот что нам нужно понять. Вера измерима. И нам нужно быть осторожными, когда мы ободряем кого-то, молимся с кем-то, когда мы кого-то наставляем. Нам нужно поговорить с человеком и спросить, а о чем вы можете поверить. Знаете, я служу пастором 25 лет. И мне звонят по самым разным поводам. Я получаю разные молитвенные просьбы от членов церкви. Люди сталкиваются с очень сложными обстоятельствами, с разными ситуациями в семье, с детьми, с бизнесом, со здоровьем, с финансами. И я никогда не говорю им, что делать, пока не задам вопрос, о чем вы верите? О чем вы верите Богу? Потому что если кто-то нуждается в исцелении, возможно, я могу верить о том, чтобы он получил божественное исцеление. Но вопрос, о чем может верить этот человек? Моя задача не навязать ему свою веру. Моя задача присоединить свою веру к его мере веры. Вот что такое молитва согласия. Если в молитве согласия с одним из членов церкви, я молюсь, чтобы он получил божественное исцеление, а он просто молится о том, чтобы найти правильного врача, который ему поможет, то в нашей молитве нет согласия и результатов не будет. Поэтому я всегда спрашиваю людей, о чем вы верите? Иногда я обнаруживаю, что человек верит о чем-то за пределами своей меры веры. И я говорю, минуточку, давайте внесем ясность, что Дух Божий вам говорит. Потому что если мы будем следовать за Духом, у нас каждый раз будет успех. Вера – такой чудесный поток. Она должна быть нашим образом жизни. А понимание этих истин позволит нашей жизни веры быть здравой и стабильной. Для меня привилегия делиться с вами этими истинами. И мы продолжим этому учиться в следующем эпизоде. Так что не пропустите его. До новых встреч на программе «Иисус Целитель». Бог да благословит вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.